Первое – это предложение с прямой речью. Сегодня мы узнаем с вами, что такое прямая речь, что такое авторская речь, как оформить прямую речь в предложении и многое другое. Мы постоянно общаемся с окружающими. Мы здороваемся, спрашиваем, как дела, отвечаем на вопросы, узнаем домашнее задание у одноклассников, общаемся с родителями и так далее. То есть мы постоянно общаемся с окружающими нас людьми. Но это все устное общение. Как же передать чужую речь на письме? Проще всего передать речь дословно. Прямая речь, напомню, это высказывание, которое передается дословно, без изменений. То есть как человек сказал, какие слова он использовал, так мы и передаем это на письме. Вот посмотрите на реплики, ребят. Привет! Как дела? Все отлично! В тексте прямая речь обозначается кавычками. Вначале ставим кавычки, затем пишем то, что произнес человек, и закрываем кавычки. Первые кавычки обозначают то, что сейчас начнется речь. Вторые кавычки, которые закрывают речь, только что закончилась. Скажем иначе, прямая речь как бы получается у нас в клетке. С двух сторон кавычки ее закрывают. Мы так и говорим, открываем кавычки, закрываем кавычки. Но, как и любое животное, любое живое существо, птица в клетке, так и прямая речь, нуждается в особым уходе. Нужно помнить о знаках припинания. Когда мы пишем прямую речь, передаем на письме, мы не только заключаем речь в кавычки, но еще и используем знаки припинания. Некоторые внутри кавычек, некоторые за пределами. Посмотрите на фразы, которые мы видели в самом начале, как бы они передавались на письме. «Привет! Восклицательный знак у нас остается внутри кавычек. Как дела? Вопросительный знак тоже внутри кавычек. Все отлично! Точка за пределами прямой речи, после кавычек ставится». Получается, что восклицательный и вопросительный знаки у нас остаются в клетке, остаются внутри кавычек, а точка уходит за пределы, то есть она в клетке не находится. Вот так вот выглядят наши схемы. Еще раз посмотрите. Прямоугольник – это у нас прямая речь, там может быть все, что угодно написано. Кавычки открываются, прямая речь, восклицательный знак, кавычки закрываются. Кавычки открываются, прямая речь, вопросительный знак, кавычки закрываются. И после кавычек никакой знак припинания мы не ставим. А если у нас точка, но предложение не восклицательное, не вопросительное, а повествовательное, Точка ставится за пределами кавычек. Итак, давайте будем составлять памятку, которую в конце вы запишите. У вас тоже будет на это время, как всегда. Итак, прямая речь – это высказывание, которое передается дословно. Прямая речь в тексте заключается в кавычке. Но только передать речь мало. Вот посмотрите на эти реплики. Привет! Как дела? Все отлично. Но кто их сказал? Непонятно. Это просто речь. А чья она? Как ее произнесли? Кто ее произнес? На эти вопросы мы пока ответить не можем. Но есть такое понятие, как авторская речь. И она показывает, кто говорит эту фразу. Например, Карина сказала «Привет! Как дела?» – Илья спросил. Даша ответила «Все отлично». Здесь у нас уже появляется авторская речь. После слов автора всегда ставится двоеточие. Карина сказала двоеточие. Привет! Посмотрите, что кавычки у нас как бы сигнализируют. Внимание! Сейчас будет прямая речь. После двоеточия… Извините, не кавычки, а двоеточие. Двоеточие – кавычки открываются, прямая речь – кавычки закрываются. То есть двоеточие нас предупреждает, что сейчас будут слова автора. Прямая речь. После слов автора всегда ставится двоеточие. Посмотрите на наши примеры. Карина сказала двоеточие «Привет!» Илья спросил двоеточие «Как дела?» Даша ответила двоеточие «Все отлично». Прямая речь у нас в кавычках. Здесь знаки припинания сохраняются. Вопросительные и восклицательные знаки внутри кавычек, точка за пределами. И речь автора, и прямая речь разделяются двоеточие. Но не всегда получается так, что сначала идут слова автора, а затем прямая речь. Они могут стоять, и наоборот, сначала будет прямая речь, а потом слова автора. Но как же тогда расставлять знаки припинания? В этом случае мы ставим тире. То есть перед словами автора, после прямой речи ставится тире. Вот прямая речь, вот прямая речь, привет, сказала Карина, это слова автора. И они уже разделяются не двоеточием, а тире. То есть постановка знака припинания зависит от того, что у нас идет сначала, прямая речь или слова автора. Если стоит двоеточие, значит прямая речь там, стрелочка, после. Если же стоит тире, то прямая речь должна быть слева, перед тире. Вот посмотрите на наши примеры. Привет, сказала Карина. Как дела? спросил Илья. Все отлично, ответила Даша. Мы просто поменяли местами, и двоеточие меняется тогда на тире, потому что сначала, как я сказала, прямая речь, затем речь автора. Но посмотрите, восклицательные и вопросительные знаки у нас сохранились. Все в порядке здесь, они же внутри кавычек, ничего с ними не произойдет. Мы просто их перемещаем. А что произошло с точкой? У нас точка, вот давайте вернемся к этому слайду, стояла за пределами кавычек, в конце предложения. Все правильно. Но мы-то местами поменяли, и посреди предложения точка у нас уже стоять никак не может. Поэтому эту точку мы меняем на запятую. Все отлично, кавычки закрываются, запятая, ответила Даша. Минутка поэзии, да? Скажем иначе, посмотрите, запятая у нас теперь в кресле, а точку выгнали. Я заняла твое место, говорит запятая, потому что здесь не конец предложения. Запятая тихонечко ушла, обидевшись. Итак, что необходимо запомнить? Прямая речь – это высказывание, которое передается дословно. Прямая речь в тексте заключается в кавычке. Прямая речь сопровождается словами автора. После авторской речи ставится двоеточие, когда у нас сначала слова автора, затем прямая речь. Если наоборот, сначала прямая речь, затем слова автора, то ставим тире. И посмотрите вот на такие схемы. Вот это у нас первое правило. Вот второе. Сначала слова автора, потом прямая речь, двоеточие. И вот обратите внимание на эту точку. Здесь тоже в схемах все это указано. Если же наоборот сначала прямая речь, затем слова автора, то ставим между ними тире, и точка превращается в запятую. Так, запишите, пожалуйста, вот эти правила. Давайте вам дадим максимум минуток пять, чтобы все успели записать. Несколько минут на этот слайд и несколько минут на следующий. Спасибо. 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 Думаю, что все уже успели записать. И перейдем к следующему правилу. Если у нас только схемы, тоже, пожалуйста, их запишите. Может, они пригодятся. И на уроках русского языка, и вообще-то в жизни. Когда пишете что-либо, очень часто нам приходится передавать прямую речь на письме. Это нужное правило. Тоже давайте пару минут на это правило и перейдем к следующей теме. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо, давайте продолжим. Следующая тема, последняя, которая касается у нас предложений, это диалог. Ответим с вами на такие вопросы. Что такое диалог, как оформить диалог на письме и чем диалог отличается от прямой речи? Мы с вами говорили уже о том, что прямая речь позволяет передать любое высказывание. Например, какое стихотворение нам нужно выучить? Устная речь? В тетрадку, в блокнотик мальчик запишет так. Майя спросила, двоеточие, кавычки открываются. Какое стихотворение нам нужно выучить? Вопросительный знак, кавычки закрываются. Обратите внимание еще раз на знаки препинания. Но как передать разговор двух лиц? Здесь у нас только одно лицо говорит. Например, Майя и Максим ведут диалог. Ты не поможешь мне? Конечно, спрашивай. Нам ведь задали выучить стихотворение? Нет, мы должны выучить басню. Разве это не одно и то же? Такой разговор, как я уже сказала, называется диалогом. В диалоге чаще всего участвуют двое, но может участвовать и более двух человек. Например, тут подключается к ним Лида и отвечает на вопрос. Нет, басня – это отдельный жанр. Получается, что диалог – это разговор двух или более лиц. Все, что мы с вами видели на экране, это реплики, фразы каждого человека. Итак, давайте начнем составлять памятку. Диалог – это речь двух или более лиц. Диалог состоит из реплик. Реплика – это высказывание лица без слов автора. Как же оформить диалог на письме? Посмотрите, это все реплики. Мы собрали их кучу, поставили кавычки. Попробуем прямую речь. Вот все, расставили знаки перепинания, здесь все верно. Удобно ли такое оформление? Кавычки, тире, кавычки. После прямой речи ведь ставится тире. То есть, получается, везде кавычки, потом тире и вот так вот в столбик переписываем. Мальчик говорит кавычки, тире, кавычки. Я запутался, не знаю как. С диалогом все намного проще, чем с прямой речью. Каждая реплика диалога пишется с новой строки и перед каждой репликой ставится тире. Обратите внимание, тире, реплика и кавычек при этом нет. Тире как бы показывает. Сейчас будет реплика диалога и каждая из них должна начинаться с новой строки. Реплики могут сопровождаться словами автора. Ты не поможешь мне? Спросила Майя. Конечно, спрашивай, ответил Максим. То есть, здесь нам не подойдет первая схема, которую мы с вами записывали с прямой речи. Подойдет вторая, но без кавычек. А вместо кавычек мы поставим тире еще перед прямой речью. То есть, при словах автора ставятся те же знаки препятания, что и при прямой речи, только вместо кавычек у нас ставится перед ними тире. И каждая реплика с новой строчки. Давайте попробуем добавить слова автора. Обратите внимание, сначала везде тире, каждая реплика с новой строки. Ты не поможешь мне? Попросила Майя. Конечно, спрашивай. Посмотрите, точка поменялась на запятую. Ответил Максим, потому что добавили слова автора. И добавляются они тоже после тире. То есть, у нас тут просто будет два тире с двух сторон. Нам ведь задали выучить стихотворение? Спросила девочка. Нет, мы должны выучить басню. Возразил подруге Максим. Разве это не одно и то же? Удивилась Майя. Нет, басня. Отдельный жанр. Вмешалась Лида. Посмотрите на слова, которые используются для введения слов автора. Мы ведь не всегда говорим «сказал». Сказала Майя, сказал Максим, сказала девочка. Так некрасиво. Речь не выглядит так богатой, выразительной и так далее. Наоборот, бедной, скучной. Поэтому мы используем различные синонимы. Попросила, спросила, удивилась, вмешалась, ответил, возразил и так далее. Различные слова помогают нам вводить слова автора. Давайте попробуем записать диалог. Вот у нас две реплики. Мальчик говорит бабушке. Бабушка, можно мне конфету? Только через мой суп. Вот посмотрите, как это будет выглядеть на письме. Тире. Бабушка, можно мне конфету? Прямая речь. Спросил Вовочка. Вопросительный знак. Тире. Только через мой суп. Восклицательный знак сохраняется. Тире. И слова автора сурово ответила бабушка. Следующий пример. У меня две новости. Хорошая и плохая. Начни с хорошей. Я больше так не буду. Теперь посмотрим, как это будет выглядеть на письме. Реплики. Тире. Опять же, да? Красным выделено. Посмотрите. И знаки припинания у нас выделены красным. У меня две новости. Хорошая и плохая. Запятая. Тире. Заявил Вовочка. Появляются уже слова автора. Начни с хорошей. Посоветовал ему папа. Я больше так не буду. Троеточие. Сохраняется. Тире. Тут же заныл Вовочка. Следующий пример. Скажите, как можно по дереву узнать сторону света? Очень просто. Ёлка, север, пальма, юг. Теперь смотрим на письменный вариант. Тире. Прямая речь. Вопросительный знак. Тире. Слова автора. Поинтересовалась Марья Ивановна. Тире. Вторая реплика. Ответ. Тире. Прямая речь. Восклицательный знак. Сохраняется. Опять же ставим тире, потому что добавляются слова автора. Это объяснил Вовочка. Итак, что необходимо запомнить. Диалог – это речь двух или более лиц. Диалог состоит из реплик. Реплика – это высказывание лица без слов автора. Каждая реплика диалога пишется с новой строки. Перед каждой репликой диалога ставится тире. Если мы добавляем речь автора, она оформляется так же, как и при прямой речи. То есть ставится тире и идут слова автора. Здесь будет вот такая схема. Р – это реплика, а автор. Все с маленькой буквы. И здесь уже поменять местами никак нельзя. Тире, реплика, подходящий знак припинания, тире и слова автора. Тоже запишите, пожалуйста, эту информацию. Давайте так же, как в прошлый раз, несколько минут на это выделим. И затем перейдем к схемам, а потом уже и к новому разделу. У нас сегодня будет новая большая тема. Мы ее начнем. Пока запишите информацию про диалог. Продолжение следует... 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 Что вам необходимо записать? Это схема. Тут больше внимания деляется знаком припинания и порядку. Когда у нас реплика, когда слова автора. Тоже это запишите, пожалуйста. Немного, поэтому давайте минутку. И будем переходить к новому разделу, к новой большой теме. Поехали. Спасибо. 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 Поехали. Спасибо. Спасибо. Обратите внимание на слово. Мы ведь повсюду слышим звуки. Кто-то играет на гитаре, птицы поют, у кого-то, может быть, звонит телефон, кто-то шептется. Мы все это слышим. Повсюду слышим звуки. Но мы сами издаем звуки. Можем плакать, смеяться, кричать, болеть. Когда болеешь, стонет человек, тоже издает звуки. Или болеет, допустим, на матче футбольном, тоже издает звуки громкие. То есть мы сами издаем звуки. И получается, что мы общаемся при помощи звуков. Звуки, которые мы произносим, называются звуками речи. То есть мы произносим не буквы, а звуки. Привет. Как дела? Буквы мы пишем, звуки произносим. И звуки как раз-таки изучает фонетика. Посмотрите, от греческого фон – это звук. Телефон, микрофон, фонограмма. Легко запомнить, да? Фонетика – то, что изучает звуки, наука такая. Как же мы произносим звуки речи? Человеческая речь на самом деле – это чудо природы. Человек научился говорить около 45 тысяч лет назад. И знаете что? При разговоре мы одновременно задействуем более 100 различных мышц. Вот такое вот большое количество. Как же у нас получается произносить звуки, звуки речи? Все звуки мы произносим на выдохе. Если вы обратите на это внимание и попробуете произнести звук на вдохе, у вас это не получится. В произнесении звуков речи участвуют органы дыхания. Посмотрите вот на картинку. Это дыхательная система человека. Она выглядит вот так. Как получается звук? У нас есть голосовые связки. И голос образуется как раз-таки в них голосовых связках. Они могут смыкаться, размыкаться, дрожать. И таким образом получается звук. В образовании звуков участвуют не только голосовые связки, но и язык, нёба, губы, зубы и так далее. И поскольку мы пользуемся разными органами речи, звуки различаются между собой. Где-то мы используем только губы, где-то язык и нёба, где-то язык и зубы, а где-то только голосовые связки нам помогают и ничего не используем. При этом. Давайте посмотрим на какие же это звуки. Количество звуков речи ограничено. В разных языках встречаются одинаковые, одни и те же звуки. Но сколько звуков мы можем произнести? Вот, например, звук А есть во всех языках. Однако, буква А есть во всех языках, но произношение этой буквы может различаться. Вот посмотрите на реплики. Подскажите, пожалуйста, который час? И как на письме будут выглядеть эти реплики на других языках? К сожалению, я не могу вам произнести на примере, показать, так как не владею такими языками. Но, думаю, всем понятно, что произношение будет совершенно отличаться. Звуки речи в некоторых языках могут казаться нам диковинными. Некоторые говорят вместо В – Уэ. Вот такой вот звук получается. Кто-то, допустим, во французском языке буква Р не произносится так четко. Она произносится более мягко и так далее. То есть у каждого языка есть свои какие-то особенности. Количество звуков в разных языках тоже различается. Есть такой язык Сильбо, и он насчитывает всего 8 звуков. Представляете, 4 гласных и 4 согласных. Вот, наверное, там повезло, да? Детям не нужно много учить. И очень интересный факт – этот язык можно услышать за несколько километров. Он настолько красивый, он напоминает даже щебет птиц. Итак, давайте будем потихоньку составлять памятку. Звуки, которые мы произносим, называются звуки речи. Звуки речи изучает такая наука, как фонетика. В русском языке 42 звука речи. Деление звуков основано на том, как именно они произносятся. То есть мы используем при произношении не только голос или еще что-то. Мы произносим звук ясно или нет. Может быть, у звука есть мягкость или нет ее, тогда он твердый. Первое, самое главное деление звуков на две группы, я думаю, что это вам знакомо, это гласные и согласные. Гласные уже в свою очередь делятся на ударные и безударные. А согласные делятся на звонкие, сонорные и глухие, и на мягкие, твердые. Вот так будет выглядеть наша схема. Гласные, ударные и безударные, согласные, сонорные, звонкие и глухие, твердые и мягкие. Две группы. Как мы узнаем звуки речи? Как нам понять, что на письме это у нас звук, а не буква? У нас для этого есть квадратные скобки. Наверняка вы в школе или самостоятельно этим увлекались, изучали это, встречали где-нибудь. Видели, да, как транскрипции, это запись слова, так как оно произносится по звукам, пишется в квадратных скобках. Обязательно в квадратных. Обычные скобки никак на это не влияют. Это непонятно будет, что это звук. Так, вот посмотрите, слева у нас будет буква А, а здесь у нас уже звук А, потому что он в скобках. Итак, что нам необходимо здесь запомнить и записать? Звуки, которые мы произносим, это звуки речи. Звуки речи изучает фонетика. Звуки речи имеют разные характеристики. На письме обозначаются они квадратными скобочками. С двух сторон обязательно. Запишите, пожалуйста, тоже это небольшое правило и пойдем дальше. Поговорим подробнее о гласных звуках, как они образуются, произносятся и так далее. Давайте тоже пару минут на то, чтобы записать это правило. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Глазные звуки Думаю, что все уже записали, поэтому давайте продолжим. Итак, гласные звуки. Вопросы наши на сегодня такие. Какие звуки мы называем гласными? Каковы признаки гласных звуков? И что нам нужно о них знать? Мы с вами уже выяснили, да, и думаю, что для вас это была знакомая информация, что звуки речи делятся на гласные и согласные. Но почему? Почему вот так поделили их когда-то очень давно? Почему нет одной какой-то группы? Все дело в том, как мы их произносим, каким образом это получается. Дело в том, что гласные звуки, они состоят только из голоса. Гласный, поэтому так и называется, да, слово такое, от слова голос, глаз, гласность и так далее. Если мы возьмем гласный звук и посмотрим на него под микроскопом, увидим там только голос, ничего кроме голоса. Посмотрите на такой пример. У нас звук как птичка, он вылетает, не встречая на пути никаких препятствий. Ничего ему не мешает. Ни язык, ни зубы, ни нёба, ничего. Губы. Все у нас открыто. Вот вы можете произнести и проверить. А, О, И. Ничего не мешает при произнесении этих звуков. Участвует только голос. Гласные звуки, многие ещё, я думаю, в начальной школе, да, так проверяли их. Их можно пропеть, прокричать. А, О, У, И и так далее. И таким образом определить, что это гласные. Итак, оставляем памятку. Гласные звуки состоят только из голоса. При образовании гласных звуков воздух не встречает препятствий на пути. Мы ведь говорили о том, что всё происходит на выдохе, то есть воздух выходит и никаких препятствий не встречает. Гласные хорошо подходят для выражения чувств. Если мы напуганы, мы кричим, а-а-а. Если нам весело, мы кричим, о-о-о, можем напевать, да. Если мы задумались о чём-то, используем звук Э. Э-э-э, да, вот так. Злой человек произносит звук И, злится. Расстроенный, здесь подойдёт звук У. И заинтересованный в чём-то, И, да, мы так иногда и делаем. То есть в этом тоже нам помогают, точнее, звуки. В русском языке есть шесть гласных звуков А, О, Э, И, У, И. Всего шесть. Их легко запомнить. Например, в фразе Алоэ и Дубы здесь все гласные звуки, которые есть. Ну, а остальные, понятно, согласные. Также, например, во фразе Поэмы Пушкина здесь все О, Э, И, У и А. Все гласные собраны. Также, посмотрите, иногда звуки ассоциируются с цветами. Вот, допустим, Артюр Рамбо подобрал такие цвета для каждого звука и даже составил вот такое вот стихотворение. А, чёрный, белый, Э, И, красный, У, зелёный, О, синий. Тайну их скажу я в свой черёд. Ну, и здесь мы добавляем ещё И, да, можно оранжевый, допустим, подобрать цвет. А как же в других языках? Ну, например, в языке Сиданг, Вьетнам, пятьдесят пять согласных. Представляете, у нас всего шесть, а там пятьдесят пять. В языке некоторых индейских племён – одногласная. Тоже получается из крайности в крайность. У некоторых пятьдесят, у некоторых одна. В некоторых языках вообще нет букв для обозначения гласных звуков. Даже так бывает. Вот посмотрите на пример. Здесь только согласные буквы. В чешском языке есть целые предложения, где нет гласных. Не обозначаются они, но они всё равно читаются. То есть, там тоже есть свои нюансы, свои такие законы произношения. То есть, они не пишутся, эти гласные, но читаются. К сожалению, тоже чешским языком я не владею. Прочитать вам не могу. Может быть, кто-то из вас знает и сможет прочитать. Так, дальше. В русском языке шесть гласных звуков, но десять букв для обозначения этих шести гласных звуков. Какие же это буквы? Это буквы А, Я, О, Ё, Э, Е, У, Ю, И, И. Посмотрите, только звуки И, И обозначаются одной буквой. Да? Тут всё равно. А буквы А, Я обозначаются звуком А. О, Ё звуком О. Э, Е звуком Э. У, Ю звуком У. То есть, две буквы обозначаются одним звуком. Далее, мы с вами говорили о том, что гласные могут быть ударные и безударные. Ударные гласные, они произносятся более четко, ясно, полно и долго. Их можно пропеть. То есть, сад, суд, пир. Я сильный, у меня есть ударение. Да? А произношение безударных гласных, оно сильно ослаблено. Сады, суды, пиры. Вот эти звуки первые, да, в первом слоге мы произносим уже более коротко и не так отчетливо, как ударные. Итак, что необходимо запомнить про гласные звуки? Гласные звуки состоят только из голоса. При образовании гласных звуков воздух не встречает препятствий на пути. Шесть гласных звуков А, О, Р, У, Э, И. Запишите, пожалуйста, тоже эту информацию про гласные звуки. Давайте тоже пару минут здесь. Два предложения всего и все звуки запишите, пусть у вас будут примеры. И перейдем к следующей теме – согласные звуки. Продолжение следует... 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 Как же образуются согласные? Название «согласный» обозначает, что звук образован не только при помощи голоса. Что-то ему в этом помогает. Согласные звуки образуются с помощью голоса и шума. Или только с помощью шума. Но откуда берется этот шум? А берется он как раз-таки из-за препятствий. Воздух при образовании глаз, как мы видели, он не сталкивается с препятствиями, просто вылетает наружу. А вот если мы говорим, произносим согласные звуки, то иногда на пути у воздуха возникают преграды, например, зубы или губы, в зависимости от звука. Он все равно, конечно же, пролезает, выбирается наружу, но уже получается совершенно другой звук. Что же может быть препятствием? Первое – это губы. Например, при произнесении звуков Б, П мы используем губы. Они являются препятствием. Мы их смыкаем, но воздух все равно их прорывает. Но когда это все происходит, получаются вот такие вот звуки. Зубы также при произнесении звуков Д, Ш, С, Т нам помогают зубы. Они являются препятствием. Могут быть одновременно и губы, и зубы. Звуки Ф и В. Здесь при произнесении этих звуков участвуют и губы, и зубы. То есть они препятствуют воздуху выбраться наружу. Также воздух может проходить через нос. При произношении звуков М, Н воздух проходит через нос. Иногда их еще называют носовыми и так далее. Так, а как же образуются согласные звуки? Мы выяснили, что образуются они при участии шума. Давайте будем составлять памятку. Согласные звуки образуются при помощи шума. При образовании согласных звуков воздух преодолевает препятствия. Это могут быть губы, зубы, язык, и губы, и зубы одновременно, и так далее. Из-за этого образуется шум. В нашей речи больше согласных звуков, чем гласных. Ну, я думаю, это понятно, да, так как гласных всего шесть. При помощи согласных звуков достигается понимание речи. Вот посмотрите, если бы не было согласных, а был бы просто набор гласных, нам непонятно, что здесь написано. А если мы уберем гласные и оставим только согласные, в принципе, можно догадаться. Посмотрите, при помощи согласных звуков достигается понимание речи. Можно догадаться, о чем там идет речь. Но, еще раз обращаю ваше внимание, я вот об этом в самом начале сказала, звуки мы произносим, а буквы мы пишем. Нельзя их путать. И у букв есть название. Звук у нас будет Б, а буква Б. Если мы скажем звук Б, то это уже два звука. Б, Э. Звук З, буква З. Звук М, буква М. Звук Н, буква Н. Звук Ш, буква Ш. А что же в других языках? Мы с вами уже до этого сравнивали. Некоторые языки имеют сложные сочетания согласных. Например, есть такой индейский язык, даже его название сложно произнести. Нслакамкс. То есть, здесь даже название, представляете, сложно произнести. А что же говорить о словах, которые входят в этот язык? То есть, с гласными там проблемы, мало их. Я думаю, что все знают, что такое скороговорки. Может быть, кто-то даже увлекается этим, изучает их, учит точнее, и пробует произносить. Для того, чтобы правильно произносить звуки, если у человека есть какие-нибудь дефекты речи, ну или просто, чтобы улучшить произношение каких-либо звуков, помогают в этом скороговорки, используют скороговорки. Например, оператор копировального аппарата ксерокопировал скопированное. Бобр, будь добр, да будь кобр. И так далее. Их очень много на самом деле. Итак, что необходимо запомнить по этой теме? В каждом согласном звуке присутствует шум. Шум образуется из-за того, что воздух, для того, чтобы вырваться наружу, должен преодолеть препятствия. Это могут быть губы, зубы, язык и так далее. Согласные звуки могут образовываться при помощи голоса и шума. Или только при помощи шума. Получается, что гласные, у нас только голос участвует в образовании согласных, в образовании согласных есть шум с голосом или без. Запишите, пожалуйста, вот это правило. Здесь тоже небольшое правило. Следующую схему, думаю, записывать не надо. Это, в принципе, у нас уже есть. Там, где мы писали про гласные и сейчас про согласные. Продолжение следует... Так, хорошо. На этом все. Занятие наше подошло к концу. Всем спасибо. До свидания. До следующей недели. В следующий раз мы с вами тоже продолжим говорить о звуках. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...